Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу рассказать, как восстановить поломанный замок. Для сегодняшнего видео я взял вот такую старую куртку, которую впоследствии можно будет выбросить. Покажу на ней, как же отремонтировать замок вот с такой вот проблемой. Как видите, зубчики на замке от куртки вылетали. И если мы будем ее закрывать, то вполне вероятно, что собачка вот эта вот выскочит и ни к чему хорошему это не приведет. Замок ваш будет расходиться. Вот, видите, его уже заклинило на этом месте. Так, пока откроем замок. Сейчас я хочу показать, как же его отремонтировать своими руками, ну, буквально за пару минут. В большинстве случаев вот эти зубчики, они, естественно, теряются куда-то. И чтобы их отремонтировать, в первую очередь нужно найти донора. А донор нам нужен точно такой же, чтобы он не отличался. Обычно, например, если у вас карманы вот такого типа, можно взять донор из кармана. То есть вот можно отсюда взять, вытащить пару зубчиков. Но в большинстве случаев это делают вот здесь вот в конце самого замка. В последствии потом можно будет нитками все это дело зашить, и вот этого пробела не будет видно. Из инструмента я буду использовать вот такие вот пассатижи, либо полоскогуксы. Далее, обычные зубочистки, которые есть практически у каждого в доме. Итак, в первую очередь нам нужно извлечь два зубчика. Так как, можете заметить, здесь как раз таки в моем случае не хватает двух зубчиков. Сейчас мы будем извлекать аккуратненько, без сильного усилия. Просто пытаемся его выдернуть. Вот. Один зубчик. И с вот этой стороны делаем все точно так же. Аккуратненько, с чипчиками, плоскогубцами. В общем, все, что у вас есть, не спеша, без фанатизма. Извлекаем. Так, вот они. Берем зубочистку, берем один зубчик и нанизываем на зубочистку. Вы можете видеть вот таким способом. Далее его протягиваем, чтобы маленько вот эти зажимчики, за которые он будет цепляться к замку, маленько расширились. Примерно вот так вот. Посильнее их расшириваем. То же самое проделываем и с вторым зубчиком. Поближе сейчас покажу, как все это выглядит. В таком положении. Чтобы зубчики расширились и какое-то время оставались в таком положении. Иначе мы их насадить на ткань, где идет замок, не сможем. Далее, друзья, что мы должны сделать. Обламываем или откусываем кусочек зубочистки, где надет наш зубчик. С одной стороны. И аккуратненько его стягиваем почти до конца. Примерно так вот. Видите, да? Для чего это нужно? Чтобы его можно было одеть вот сюда, на свое посадочное место. Сразу хочу сказать, если вы хотите отремонтировать замок на хорошие вещи, которые еще будете носить, желательно потренируйтесь сначала с ремонтом на какой-нибудь старой вещи, которая вам будет не жалко. А когда у вас получится все, тогда уже переходите для ремонта замка на хорошие вещи. Вот смотрите, аккуратненько его начинаем стягивать с зубочистки и одевать на свое посадочное место. Теперь вот этот вот зубчик, который мы уже одели, сдвигаем максимально сюда, вот вниз, чтобы у нас получилось побольше пространства для установки второго зубчика. Берем второй зубчик. Сейчас попробую его установить маленько другим способом. Зажимаю вот в мои лоскогубцы и устанавливаю. После установки двух донорских зубчиков нужно их равномерно распределить по замку. Это можно сделать также при помощи зубочистки, либо аккуратненько зажав ногтем. Перетягиваем их равномерно. Ну, в принципе, и все. Практически незаметно. И сейчас проверим, как же они держатся или и работает ли замок. Так, все. Вот. Даже глазом визуально не видно, где произвелся ремонт. Все как с завода. Работает отлично. Давайте еще раз попробуем. Все, закрывается, открывается без проблем. Так что, друзья, не спешите выбрасывать и нести на замену замка ваши вещи. Все это можно отремонтировать дома, своими руками и подручными инструментами. В моем случае это зубочистка и плоскогубцы. Ну, а на сегодня, друзья, у меня все. Если мой способ ремонта замка вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Желаю всем добра, удачи и успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok